Для того, чтобы начать погружение в увлекательный мир инвестиций, не обязательно иметь большую сумму денег. Для покупки некоторых акций достаточно всего лишь пары тысяч рублей, а имея 20 тысяч, уже можно собрать полноценный диверсифицированный портфель акций. В сегодняшнем видео мы расскажем, какой портфель акций можно собрать на 20 тысяч рублей. Безусловно, существенную прибыль при таком раскладе заработать не получится, но зато вы сможете разобраться в том, как формируется и функционирует рынок акций. А при регулярном пополнении данного инвестиционного портфеля, через определенный срок можно будет выйти на весьма существенный доход. Приветствуем вас на канале, посвященном инвестициям в акции. Cashflow – ваш денежный поток. Обязательно поставьте лайк авансом и переходите к нам в Телеграм, где мы регулярно обсуждаем важные новости, инвестиционные идеи, разбираем отчеты компаний. Да, и у нас есть чат, где любой желающий может задать свой вопрос. Ссылку вы найдете в описании. Сначала расскажу об инвестиционной платформе «Поток». Для инвестора это хорошая альтернатива фондовому рынку, для заемщика – вариант небанковского финансирования на развитие бизнеса. «Поток» – лидер среди инвестиционных платформ по доходности для инвесторов. За последние 12 месяцев доходность составила более 21%. «Поток» работает с 2016 года в реестре инвестиционных платформ ЦБРФ с 2020, а с 2022 года Мосбиржа стала акционером данной платформы. «Поток» предлагает несколько стратегий инвестирования на выбор. Без риска – 17% годовых, особенность в том, что по таким предложениям платформа выкупает возможные дефолты. «Консервативная» позволяет вам инвестировать в самых надежных заемщиков с минимальным риском. Ожидаемая доходность – 19,5% годовых. «Базовая» – 21% годовых. «Агрессивная» – 22,5% годовых. Ссылку на инвестиционную платформу «Поток» вы найдете в описании. Ну а начнем мы с одного из лидеров металлургического сектора России акции компании Магнитогорского металлургического комбината. На фоне экономического восстановления опережающими темпами растет и металлургическое производство. Государство делает ставку на сегмент инфраструктурного и жилого строительства, а металлургический сектор, одним из самых ярких представителей которого является Магнитогорский металлургический комбинат, является одним из бенефициаров подобного стимулирования экономики, ведь более половины продукции черной металлургии производится именно для строительства жилых и инфраструктурных проектов. Совсем недавно ММК представила операционный отчет за 2023 год, из которого мы узнали, что продажи металлопродукции в 2023 году выросли на 10,1%. Производство стали в 2023 также выросло на 11,1% благодаря благоприятной конъюнктуре спроса на внутреннем рынке. Производство чугуна за год выросло на 9,5%. Также не так давно в секторе металлургов появились новости о потенциале выплаты неплохих дивидендов, что является еще одним дополнительным фактором роста котировок акций металлургического сектора. В целом, компания показывает неплохие результаты, а с учетом геополитических перспектив дальнейшего роста цен на металлы, акции компании являются отличной составляющей диверсифицированного портфеля разумного инвестора. Следующим в нашем списке располагаются акции крупнейшей финансовой экосистемы страны – акции Сбера. Сбер – системно значимый российский банк, крупнейший по размеру активов и множеству других показателей. Сбер – это универсальная экосистема, работающая в России и имеющая дочерние организации, представительства и филиалы в 18 странах мира – Беларуси, Казахстане, Украине, Сербии, Китае, Индии и других странах. За 11 месяцев 2023 года чистая прибыль компании достигла рекордных 137 миллиардов 600 миллионов рублей при рентабельности капитала в 25%, что в 8 раз больше прибыли за аналогичный период 2022 года. В первой половине декабря прошел День инвестора, на котором обсуждались основные моменты и стратегии развития на ближайшие годы. Глава банка Герман Греф подчеркнул, что команда справилась со сложностями последних трех лет, преодолев пандемию и санкции. Сбер планирует сосредоточить силы на трех основных направлениях – ясные цели, ориентация на долгосрочные результаты и технологии. Компания активно работает над улучшением взаимодействия с клиентами с помощью технологий, основываясь на модели, в которой человек находится в центре, а технологии ему помогают, а не подавляют. Бумаги зеленого гиганта, несомненно, являются одними из самых надежных акций на российском фондовом рынке и являются обязательной частью диверсифицированного портфеля практически любого инвестора. Кстати, в канале Сигналами мы продолжаем успешно торговать, и только в этом месяце мы заработали на акциях московской биржи плюс 8%, рост телеком плюс 9%, а акции Яндекса принесли нам рекордные 30% прибыли за один только месяц. Проверьте сами, мы опубликовали таблицу со всеми своими сделками. Не тратьте деньги на дорогие подписки, приходите на наш канал, где вся аналитика дается абсолютно бесплатно. Да, и прямо сейчас на канале опубликованы две идеи с потенциалом роста более 10%, ссылку на канал Сигналами оставим в описании. На следующей позиции в нашем списке располагаются акции одного из наиболее перспективных представителей строительного сектора российской экономики, акции компании Etalon Group. Основанная в 1987 году, группа Etalon сегодня является одной из крупнейших корпораций в сфере девелопмента и строительства в России. За время своей работы компания ввела в эксплуатацию 7,9 миллионов квадратных метров недвижимости. Компания показывает отличные операционные и финансовые результаты, делая ставку на средний и бизнес-сегмент строительства и проводя экспансию преимущественно в регионах нашей необъятной страны, маржинальность строительства в которых нередко превышает столичные показатели. Также компания активно занимается процедурой редомицеляции, при успешном завершении которой бумаги компании могут показать весьма существенный рост. Далее рассмотрим нефтегазовый сегмент, являющийся основополагающей составляющей российской экономики. Из данного сектора с учетом рассматриваемого нами бюджета можно выделить Роснефть и Татнефть. Роснефть является вертикально интегрированной нефтегазовой компанией, крупнейшей в России и одной из крупнейших в мире. Роснефть занимается нефтью и газопереработкой, нефтехимией, производством катализаторов, оптовой и розничной реализацией сырья и продуктов переработки. Отдельно стоит упомянуть проект по расширению ВостокОйл, который Роснефть начала реализовывать в 2020 году. Этот проект предполагает развитие нового нефтегазового региона в России, расположенного на Таймырском полуострове в Арктической зоне. Проект охватывает более 50 лицензированных участков с крупными подтвержденными запасами, составляющими 6 миллиардов тонн жидких углеводородов, а добываемая в рамках проекта нефть является премиальной и имеет низкую концентрацию серы. С финансовыми и операционными показателями у компании также все в порядке. Компания соблюдает дивидендную политику и платит весьма неплохие дивиденды. Компания Татнефть является одной из крупнейших нефтегазовых компаний России с основными активами в Республике Татарстан. Основная деятельность Татнефти связана с разведкой, добычей, переработкой и реализацией нефти и газа. Компания придерживается амбициозной стратегии, направленной на рост бизнеса и увеличение стоимости акций, активно инвестируя и наращивая капитальные затраты. Также стоит обратить внимание на то, что компания постепенно снижает долю экспорта как нефти, так и нефтепродуктов, что в нынешних условиях видится вполне разумным решением. С операционными и финансовыми показателями у компании также все хорошо, несмотря на немного нестабильную динамику прибыли, что в целом не мешает ей соблюдать дивидендную политику и платить относительно неплохие дивиденды. В рамках составления данного портфеля не удалось обойти стороной одного из самых крупных российских IT-гигантов акций компании Яндекс. Яндекс – технологическая компания, которая разрабатывает умные продукты и сервисы на основе машинного обучения. Также является одной из самых быстро растущих корпораций в России. Штаб-квартира Яндекса находится в Москве. Офисы компании открыты в 21 городе России и в 9 странах мира. Многие продукты Яндекса пользуются немалым спросом не только в России, но и за рубежом. У компании отличные финансовые и операционные показатели, а основная часть рисков организована вокруг условий предстоящего раздела компании. В случае успешного проведения редомицеляций у бумаг компании существенный потенциал для дальнейшего, быть может, даже кратного роста. Далее рассмотрим бумаги лидера в секторе телекоммуникации, которым, несомненно, является всем известный МТС. МТС – это единая цифровая платформа, включающая в себя множество сервисов, управляемых под общим брендом. За первые 9 месяцев 2023 года компания МТС достигла рекордной выручки в 446 миллиардов рублей, увеличив ее на 12% по сравнению с прошлым годом. В третьем квартале того же года рост выручки составил 16%, до 159,7 миллиардов рублей по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Безусловно, у компании присутствуют проблемы с долгом, но МТС по-прежнему достаточно уверенно держится в своем сегменте. И что самое главное, продолжает развиваться. Бумаги лидера телекоммуникационного сектора вот уже на протяжении многих лет являются своего рода квазибондом, то есть акцией, которая относительно стабильно приносит предсказуемый дивидендный поток, по причине чего бумаги МТС являются неотъемлемой частью большинства диверсифицированных портфелей инвесторов. Друзья, если вам такой формат обзоров нравится, то давайте вместе с вами наберем рекордные 3000 лайков, что будет отличной мотивацией делать новые видео для вас. Если лайков будет много, то соберем портфель на 50 тысяч рублей. Следующим в нашем списке располагаются акции одной из лидирующих и самых быстро развивающихся платформ электронной коммерции в России – акции Озон. На сегодняшний день Озон является крупной интернет-площадкой, предлагающей покупателям более 150 миллионов наименований различных товаров, начиная от книг и детских игрушек и заканчивая электроникой, одеждой и мебелью. У Озона 21 склад в России и за ее пределами. Общая площадь этих логистических комплексов превышает 1,4 миллиона квадратных метров. В третьем квартале 2023 года доходы компании выросли на 77% по сравнению с третьим кварталом 2022 года. Основной вклад в этот рост внесли увеличение доходов от сервисных услуг, в частности, комиссии маркетплейса и доходов от рекламы. В целом, акции компании – перспективная идея роста с достаточно большими перспективами и своими рисками в виде зарубежной прописки и относительно посредственных текущих финансовых показателей, которые, к слову, могут существенно измениться после выхода данных за четвертый квартал 2023 года. Безусловно, нельзя пройти мимо продовольственного ритейла, основными игроками которого являются Магнит и группа компании X5 Retail Group. Данный сектор экономики выигрывает от текущей обстановки, связанной с постепенным ростом инфляции, перекладывая ее в цены на полках своих магазинов. Отдельно хотелось бы отметить акции Магнита, однако они стоят более 6000 рублей, по причине чего не могут попасть в наш портфель из-за слишком высокой стоимости. На помощь в данной ситуации приходят акции X5 Retail Group, в состав которой входят известные каждому сети магазинов Пятерочка, Перекресток, Чижик и некоторые другие небезызвестные сети. Компания показывает хорошие операционные и финансовые результаты, основная часть рисков же сформирована вокруг зарубежной прописки компании. Однако менеджмент работает над данной проблемой, и компания постепенно движется в сторону предстоящей редамицеляции, которая может произойти уже в ближайшем будущем. Также в процессе составления полноценного диверсифицированного портфеля акций нельзя пройти мимо одной из лидирующих российских энергетических компаний, управляющей активами в России, а также в странах Европы и СНГ – Интеррао. В сферу деятельности Интеррао входит производство и сбыт электрической и тепловой энергии, международная энергетическая торговля, инженерные услуги, проектирование и строительство энергообъектов. У Интеррао положительный свободный денежный поток. Компания ежегодно выплачивает дивиденды в размере 25% чистой прибыли. Недавно компания сообщила, что для реализации нового проекта в Восточной Сибири может потребоваться 257 миллиардов рублей, что, безусловно, может сказаться на предстоящей дивидендной доходности акций. Однако в целом Интеррао – дисциплинированный и относительно эффективный игрок на рынке электроэнергии, поэтому мы, несмотря на некоторые нюансы, позитивно смотрим на бумаги данной компании. Следующими в нашем списке располагаются бумаги крупнейшей судоходной компании России и одной из мировых лидеров в области морской транспортировки сжиженного газа, сырой нефти и нефтепродуктов – Совкомфлот. Несмотря на значительный рост стоимости акций компании, она по-прежнему представляет интерес для инвесторов, так как потенциал роста стоимости акций все еще не исчерпан. На данный момент компания демонстрирует рекордную маржинальность по EBITDA, которая составляет около 80%. Кроме того, компания заключила долгосрочные тайм-чартерные соглашения на общую сумму 3,5 миллиардов долларов до 2026 года, из которых более 1 миллиарда долларов приходится на 2024 год, что позволяет предположить, что выручка компании в предстоящем году останется на достаточно высоком уровне. Ну а мы, в свою очередь, положительно смотрим на акции имитента и ждем роста котировок в предстоящем году. Теперь перейдем в сервис Intel Invest. Я уже добавил сюда все бумаги, и вы видите, как выглядит наш экспериментальный портфель, не превышающий 20 тысяч рублей. На лидеров рынка мы выделили в среднем по 12-15% нашего портфеля, то есть такие компании, как Сбер, МТС, Х5, Озон и Яндекс занимают большую часть нашего портфеля. На более рисковые идеи, такие как Совкомфлот, Эталон и другие, приходится в среднем по 5-7% нашего портфеля. Также из-за того, что некоторые акции торгуются лотами, у нас есть небольшой перекос в портфеле, ведь по условиям мы не можем выходить за лимит 20 тысяч рублей. Ну что ж, посмотрим, что из этого получится. Ссылку на этот портфель я оставил в телеграм-канале, кстати, обязательно на него подпишитесь. Там мы регулярно обсуждаем важные новости, инвестиционные идеи, разбираем отчеты компаний. Да, и у нас есть чат, где любой желающий может задать свой вопрос. Ссылку вы найдете в описании.